Встреча с больницей, главному травматологу Воронческой области, Корчагин Николай Константинович. Встреча с больницей, главному травматологу Воронческой области, Корчагин Николай Константинович. Встреча с больницей, главному травматологу Воронческой области, Корчагин Николай Константинович. В последующем, созданной в 1920 году, на базе бывшей больницы Кадельского корпуса, так называемое Костное отделение, и стало прообразом отделений, а затем курса и, наконец, кафедры травматологии. Таким образом, и травматологическая служба, и кафедра развивались, строя свою научно-практическую деятельность, взаимно дополняя друг друга. В 1935 году кафедры и Костное отделение получили в свое распоряжение почти весь первый этаж выстроенной областной клинической больницей, которая в годы Великой Отечественной войны была полностью разрушена. После войны областная клиническая больница располагалась на месте существующей сейчас третьей городской больницы. В первые в 1951 году по инициативе профессора Душкевича Валерия Павловича и доцента Егорова Дмитрия Тихоновича на этой базе было открыто специализированное ортопедно-дерматологическое отделение на 30 пояс. В 1964 году в это отделение пришел молодой врач Летников Альберт Миколаевич, который был принят на работу главным врачом областной клинической больницы профессором Радушкевичем Валерия Павловичем. И с тех пор Летников Альберт Миколаевич навсегда связался в жизнь с травматологией города Воронежа и в области. В 1967 году проходила всесоюзная конференция травматологов и хирургов. Отделение травматологии в тот период посетили действия ученые Чарлин, Волков, Дубров, Каплан, Богданов, Корж, Балакина, Цырьян, Минина, Зацепин. В последствии они стали учителями Летникова Альберта Николаевича. Особенностью травматологической службы того времени было преодоление консервативных методов лечения над оперативной службой. И эту тенденцию надо было преодолевать. В 1978 году Альберт Николаевич стал заведующим отделением травматологии и был бессмертным на этом посту на протяжении 36 лет. Летников Альберт Николаевич являлся большим организатором травмохранения в Воронежской области, высококвалифицированным травматологом-ортопедом, который на протяжении всей своей трудовой деятельности использовал новейшие достижения нашей профессии. Им и коллективом отделения, и качественной травматологии разработаны и внедрены десятки методов и способов лечения опорных двигателей на парадах. Костная пластика при переломах и ложных суставов костей различной формализации, внутрикосный компрессионный остеосинтез шеи и бедра, комбинированный остеосинтез для дизайнерных переломов длинных трубочных костей. Проведенные исследования по восстановлению функций, привлеченных костных и меткосканных образований конечностей, позволили разработать и широко применять различные новой реконструктивно-восстановительные операции. Это компрессионный остеосинтез с пластинами, пластика трансплантантом на питающей мышечной ножке при переломах шеи и бедра, остеосинтез с шеизбетными переломами фиксаторами собственной конструкции, вне суставной артротез при застарелых неустановленных центральных переломах бедра, при барусной деформации бедра, операции замещения участка асетической некрозы головки бедра и несколько разновидностей реконструктивных операций при дефектах шеи и бедерной кости. В отделении предложен также ряд оригинальных исходных, вошедших в практику лечения больных не только в лечебных учреждениях в нашей области, но и далеко за ее пределами. Например, ассистент кафедры травматологии ортопедии и военно-болевой хирургии Холесников Юрий Павлович и врач отделения травматологии Летников Альберт Николаевич еще в 1965 году проводили принципиально новые костно-пластические операции при переломах сложных суставов шейки бедра. Идейки и шеи проверены в эксперименте на животных и в практике лечения больных. Все новые прогрессивные и эффективные способы лечения и повреждения опорных двигательных аппаратов активно осваивались, применялись и используются до сих пор в отделении травматологии и ортопедии областной клинической больницы и на других кафедрах базы. Компрессионный и инструкционный способ лечения с использованием аппаратов Дудушаури, Елизарова, Сиваша и Волкова-Ганесяна внедрены в отделение еще в 1965 году. С помощью аппарата Елизарова в 1967-1968 годах достигнуто удлинение нижней конечности на двух сегментах на 27 сантиметров. В то время ортопед-термотологическое отделение в Органской областной клинической больнице выступило пионерами широкого внедрения и пропаганды как пресет дистанционных методов лечения при повреждениях и заболеваниях костей и суставов. На костный остой синтез с пластинами АО начал применяться в отделении с 1968 года. Внутрикостный стабильный остой синтез с четырехранными методами снежинами с 1976 года. В 1977 году ледников Альтер Николаевич усовершенствовал расклинивающий корпоратез при склонке лолистеза, что позволил через три недели после операции критикализировать больных. Активно занимался лечебной скультурой и ради, чтобы больные вставали раньше и отступали к труду. В это же время получило развитие гетопротезирования гетопротезирования гетопротезового сустава Брандеза Мстивоша и Цитон Мура. Надо отметить, что в рубеже лифов под руководством Герсанова Василия Ивановича и в последующие годы, когда как-то руководил профессор Горесников Юрий Павлович, а в настоящее время руководил профессор Саботай Валерий Григорьевич, отличительной чертой развития высоких медицинских технологий является взаимодействие кафедрой и клиники. И так было стремление совместными усилиями освоить современные передовые места в лечении наших пациентов, разработать их, внедрить в свои собственные, позволяющие быстрее их вылечить и вернуть приличные качества жизни. Так уже в начале 21 века в отделении травматологии под руководством заведующим кафедрой профессора Саботая Валерий Григорьевич освоят на костную устой стимпу с пластинами с угловой стабильностью, а затем блокирующие внутри костную устой стимпу. Разработано множество методик диармонии и лечения пациентов с повреждением опорных негативных аппаратов. Значительное развитие получило реконструктивную классическую хирургию и методы стимуляции костя и хондроэкенеза при замедленной консультации перелома и формировании ложного сустава, при постопородии крупных суставов. Многие врачи отделения выполнив свою научно-практическую работу стали кандидатами в цельских школах. Сотрудники отделения травматологии и преподаватель-гулятор принимают самое активное участие в работе научно-практического общества травматолога-ортопеда Воронежа и области в работе региональных, российских и международных конференций. Безусловно, все это не было бы возможным, полным объемом интересных авторитетов заведующего отделения травматологии областной больницы заслужено врача России Детникова Альберна Николаевича, главного дештатного травматолога Воронежа области, который дает всем многого не только как блестящий профессионал, но и как организатор здравоохранения Воронежа области, развивая и поддерживая наши специальности во всех регионах области. Оставаясь на своем посту заведующим отделением травматологии и главного травматолога Воронежа области в течение 36 лет, он всегда придерживался доктрине совершенствования профилактической, консультативной лечебной и организационно-методической работы во всех структурах травматологической службы и считал, что это основной путь улучшения качества лечения в травматологические больные. А еще Альбер Николаевич Летников умел активно отдыхать, был прекрасным рыбаком, охотником, альпинистом, что во многом и помогло ему преодолеть все тяжды его непростого и очень нужного людям в жизненном пути. Хочется сказать несколько слов и о нашем отделении, с которым неразрывно связана большая часть жизни лечебного Альбер Николаевича. Продолжая руководствоваться традициями, заложенными лечебным Альбером Николаевичем, наше отделение в настоящее время занимает лидирующее место в области показаний травматологической помощи больных, в том числе высокотехнологичной. С 2015 года внедрены и проводятся операции остеосинтеза плечевой кости блокирующим стержнем без обнажения местопереломов, что значительно улучшает риск, уменьшает риск поведения лучевого нерва, длительность операции и вероятность удовлетворения после пересосных осложнений. Освоена и внедрена методика артероскопической опластики передних рестобразных связок ларсановым протезом с интераптикулярной фиксацией мышелком бедренной и большеверцовой кости титановыми пинтами. В пересекте планируется освоение и широкое применение малоинвазивных реконструктив вмешательств при переломах костей таза, а также внедрение артероскопических методов лечения при повреждениях и заболеваниях плечевого сустава. Отделение травматологии областной птической больницы ежегодно увеличит основные показатели, отражающие качественные и количественные характеристики деятельности отделения. Так, количество оперативных оперированных пациентов прогрессивно увеличится на протяжении нескольких лет, что отражает возрастающую потребность профиля отделения. Соответственно, возрастает и хирургическая активность отделения, которая в предыдущем году составляла 90,2%, в 2015 году 98,5%. Увеличивает коэффициент затратности оперированных больных, что неразвенно связано с применением высокотехнологичных методов лечения. Данные показатели отражают высокий уровень профессионального врачей и термотологического отделения. Есть коллектив в нашем отделении святочник памяти Дедникова Альпея Николаевича как строго, но справедливо руководителя, наставника и коллеги. Давайте почтим память Дедникова Альпея Николаевича и родным общаянице. Спасибо за внимание.